По статистике, Анапа входит в число благополучных городов. Сказывается совместная работа всех структурных подразделений – полиции, управления образования, молодежи и медиков. Как результат, количество преступлений среди подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 30%. В этом году усилится контроль. Почти полторы тысячи студентов и школьников пройдут обследование на наличие запрещенных веществ в организме. В прошлой неделе мы эту работу начали ввести. То есть у нас есть детский врач-нарколог, который тестирует этих детей на базе детской поликлиники. Имеется оборудование, имеются тесты, полученные из краевого наркодиспансера. По окончании этой работы в апреле месяца у нас уже будут результаты этого тестирования, которые мы доложим на очередной комиссии. Если раньше запрещенные вещества распространяли на улицах, то в связи с ужесточением мер преступники развернули свою деятельность в сети интернет. Родители, по словам специалистов, довольно часто не интересуются, чем их ребенок занимается в виртуальном пространстве. А ведь в большинстве случаев соли и спайсы подростки приобретают именно там. Я бы хотела, чтобы мы попробовали донести до каждого родителя, как они должны усилить контроль, что они должны смотреть у своих детей в их телефонах, где они смогут в какой-то мере предотвратить вот эту вот беду. Кроме этого, прошло 19 межведомственных рейдовых мероприятий в местах сбора молодежи и 17 в торговых объектах, осуществляющих продажу спиртных напитков. Результат впечатлил. Предприниматели, которые были заранее уведомлены о запрете продажи ряда табачной продукции, проигнорировали предупреждение, в связи с чем Роспотребнадзору пришлось идти на крайние меры. В ходе проверок выявлено 6 нарушений. Арестовано 110 упаковок никотиносодержащей продукции в виде жвачек и жидкостей. Требуем на нее документы, подтверждающие ее качество и безопасность. Никаких документов, естественно, нам продавцы не предъявили. Они все предъявляли какие-то письма, каких-то НИИ, где говорилось, что она не относится к табачной продукции, т.д. и т.п. И что на нее ничего не надо. Также на заседании были отмечены и награждены те, кто внес большой вклад в профилактику наркомании. Благодаря усилиям активистов-волонтеров в 2019 году удалось выявить и ликвидировать 222 электронных ссылки с рекламой наркотических и психотропных веществ, а также 185 надписей на стенах многоквартирных жилых домов и иных строений. Руслан Душевский, Анапа, Регион.